Сегодня в программе «Указывая путь». Наш Господь Иисус Христос знал все о нашей склонности к забывчивости. И именно поэтому Он учредил вечерю Господню, чтобы мы не забывали об огромной цене, которую Он заплатил за наше с вами спасение, чтобы мы не забывали о том, что Он добровольно предал Себя в жертву, для того, чтобы мы могли получить прощение от Него. Сегодня в программе. Вспоминайте Пасху. Вспоминайте переход через Красное море. Вспоминайте переход через реку Иордан. Вспоминайте, вспоминайте, вспоминайте. Этот призыв слышен во всем Писании. Вспоминайте верность Бога в вашей жизни. Вспоминайте Его благодать в вашей жизни. Вспоминайте милости, через которые Бог вас провел. Вспоминайте руку Бога, которая сверхъестественно действовала в вас и через вас в прошлом. Вспоминайте, где вы были раньше и где находитесь сегодня. Причина, по которой Бог говорит «вспоминайте», состоит в том, что акт воспоминания наполняет нас благодарностью. Память о проявленной к нам милости Бога всегда ведет нас к благодарности. Вот почему Бог желает, чтобы вы вспоминали. Воспоминание вызывает в нас чувство благодарности к Богу. Наш Господь, Иисус Христос, знал все о нашей склонности к забывчивости. Вот почему Он учредил вечерю Господню, чтобы мы не забывали о той колоссальной жертве, которую Он принес на кресте, чтобы мы не забывали об огромной цене, которую Он заплатил за наше с вами спасение. И не забывали о том, что Он добровольно предал себя в жертву, для того, чтобы мы могли получить прощение. Конечно, существует опасность того, что повторяющееся причастие превратится просто в ритуал, станет привычкой, и тогда вечеря Господню утратят свой смысл. Так вот, потеря значимости причастия и превращение его в ритуал было проблемой церкви в городе Каримф. Даже сегодня в некоторых традициях это великое воспоминание колоссальной жертве нашего Господа Иисуса Христа на кресте используется неправильно. Некоторые превратили это событие в мрачный ритуал. Другие в требование, веря, что люди спасаются, когда причащаются. Но причастие предназначено для верующих. Причастие не спасает. Иисус спас вас, и вы вспоминаете Его смерть и воскресение, когда участвуете в причастии. Есть и те, кто все еще практикует причастие крайне редко. В 11 главе 1 Коринфянам, откройте это место, если вы еще не открыли, Павел исправляет их недопонимание. Это недопонимание, которое нужно исправить и сегодня. Причастие — это праздник любви, это духовное обогащение, а не время эгоистичных потоканий. Что касается Коринфян, они превратили это в позор для бедных верующих. И это дискредитировало церковь и искусство Христа перед неверующим миром. Исправляя их, апостол Павел дал им три напутствия. Прежде всего, Павел говорит, прекратите извращать трапезу Господню. Во-вторых, он сказал, уразумейте цель вечери Господней. И в-третьих, он говорит, что есть правильный и неправильный способ празднования трапезы Господней. Давайте рассмотрим эти три напутствия. Прежде всего, он велел им не извращать трапезу Господней. Как именно коринфяне извращали Господню трапезу? В 18 стихе мы видим, что они ни в чем не могли договориться. Они были абсолютно не согласны по каждому вопросу. Они любили устраивать расколы в церкви. Коринфяне любили создавать разногласия, ссоры и споры. Коринфяне были влюблены в свое собственное мнение и никого не слушали. Вместо того, чтобы служиться друг другу, они искали возможности разжечь разногласия. Многим из нас 9 стих покажется несколько тревожным. И дело в том, что Павел в нем говорит о том, что Бог использует этих сварливых и плотских христиан, вызывающих разногласия, для очищения праведных христиан, даже этих, разобщенных и сварливых людей, Бог использовал для того, чтобы очистить и осветить нас. Помните об этом? И благодарите Бога за таких людей. Я знаю, это трудно принять. И поверьте, мне ли не знать, что это сложно принять. Но нет никаких сомнений в том, что апостол Павел говорит, что эти мятежные люди не просто вносят бучу в церковь, но могут даже ее погубить. И поэтому с ними не стоит слишком долго мириться. Библия ясно дает нам понять, что делать с такими людьми. И в послании к Титу, 3 главе, 10 стихе, сказано, «Еретика, после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужденным». В Каринской церкви люди, приносящие раскол, действовали даже за трапезой Господней. Посмотрим 20 стих. Павел говорит, что это больше не могло называться трапезой Господней. «Не дай Бог, чтобы подобное произошло и в нашей церкви». У них была церемония, а не празднование. У них была форма, а не суть. И Христос не принимал участия в этих служениях. А почему? Да потому что в сердце они не любили друг друга. Боже, упаси нас от такого состояния. Возможно, они говорили о любви, пели о любви и читали о любви. Но их сердца были тверды, как камень. Когда мы перейдем к 13 главе, Павел больше расскажет, что же такое любовь. В их сердцах было столько гордости и эгоизма, что их хождение не соответствовало их словам. Поэтому им нужно было заново понять цель трапезы Господней. Так давайте посмотрим отрывок с 23 по 26 стих. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». Павел говорит здесь, что это не его собственное мнение, идея или мысль. Павел просто восстанавливает истину Бога. Он просто восстанавливает откровения Бога. Именно этим мы с вами и занимаемся сегодня. Мы восстанавливаем Божью истину. Истину о том, что посреди предательства Бог совершил великое. Что в этом мире, полном злобы, Бог учредил свое благо. Что посреди зла сатаны Бог насадил святость. Истину о том, что среди неблагодарности и жадности Бог установил щедрость и самопожертвование. Что когда весь мир пытается отобрать и отхватить Себе, Бог даровал Своего единородного Сына. Даже среди коринфских расколов, разделений и эгоизма, трапеза Господня — это символ прощения и обновления. Позвольте дать вам небольшую предысторию. Для того, чтобы полностью понять, что такое вечерик Господня, вы должны понять Пасху. Народ Божий праздновал Пасху в память о милосердном деянии Бога, которое избавило их от египетского рабства. Именно поэтому вы должны понять, что пасхальная трапеза нашла свое окончательное воплощение в Агнце Божьем, который избавил нас от рабства греха и сатаны. Могу ли я услышать на это? Аминь. Пасха была индикатором. А в чем ценность индикатора? Индикатор — это знак, который говорит «идите сюда». Вот что такое индикатор и возлюбленные мои. А вот что означает слово «таинство». Слово «таинство» — это знак «идите сюда». В таинстве крещения и в таинстве вечери Господней нет ничего священного. Это просто знак, говорящий «идите сюда». Он выводит вас за пределы самого себя. Вот что такое таинство. Пасхальная трапеза нашла свое окончательное воплощение в кресте Иисуса Христа. Пасха была индикатором. Она указывала на крест. Пасха была прообразом, отображающим крест Иисуса Христа. Пасха обрела свое истинное значение в кресте Иисуса. «Могу ли я услышать на это ваше громкое аминь?» И спасенные святые Ветхого Завета спасались через чаяние креста. В Библии сказано, что Авраам увидел день Христа и возрадовался. За две тысячи лет до Христа он с нетерпением ждал. Так же, как во времена Нового Завета, мы взираем на крест и спасаемся. Крест — это смысл. Крест в центре всего. Нам уже не нужен прообраз, не нужна иллюстрация. Теперь у нас есть крест. И только через крест Иисуса Христа, кто угодно в этом мире, любой человек, независимо от происхождения, независимо от этнической принадлежности или от страны проживания, только через крест Иисуса Христа человек может спастись от ада. Поэтому Иисус сказал, «Сие творите в Мое воспоминание». Это не церковная трапеза, это трапеза Господня. «Сие творите в Мое воспоминание». Вспоминайте о том, что Я сделал для вас. Вспоминайте о жертве Христа, и пусть это не превратится в ритуал. Помните и переживите момент агонии на кресте, когда Христос нес ваш и мой грех на Своем безгрешном теле. Не забудьте пережить момент неописуемой боли Его разлуки с Отцом из-за вашего греха, который Христос понес на Своих плечах. Не забудьте поразмыслить о том, каково это было для Него, чистого, безгрешного, святого Сына Божьего нести на Себе, ваш грех, и ваш грех, и ваш, и ваш, и ваш, и мой тоже. Я хочу показать на примере кое-что о трапезе Господней. Я надеюсь, что это объяснит то, о чем здесь говорит Павел. В самый первый раз, почти 40 лет назад, когда мы посетили город Лондон, нам дали три карты. У нас была карта города, карта метро и карта автомагистралей. У них есть автомагистрали М1, М2, ну и так далее. Всего три карты. И все они сами по себе верны, но каждая из них не дает полного представления. Для того, чтобы получить полную картину, вы должны совместить эти три карты. Но это очень сбивает с толком. Это вас очень сильно запутает, и вы вообще ничего не поймете. Вот почему новообращенный должен понимать три слова, описывающие смерть Христа на кресте. Во-первых, это слово «искупление». Скажите вместе со мной «искупление». Затем это «примирение». И третье слово — это «оправдание». Каждое из этих трех слов похоже на три карты Лондона. Они точны и правильны сами по себе, но для того, чтобы их понять, особенно для тех, кто только недавно пришел к Господу и только начал познавать Христа, важно понять, что если вы попытаетесь сложить эти три слова вместе, это может сбить вас с толком. Вот почему трапеза Господня помогает нам различить каждое из этих трех понятий, каждую из этих истин. Причастие помогает нам различить эти три слова. В 26 стихе говорится «смерть Господню возвещаете». Участвуя в трапезе Господней, вы вспоминаете, что Он свершил, вспоминаете Его жертву за вас. Вы возвещаете Его смерть, вспоминая о Его смерти на кресте. И также вы помните о настоящем, о Божьем обещании. Наделите вас силой. Иисус обещал дать нам силу от Него в этой жизни. Какими бы ни были ваши проблемы, а они есть у всех нас, какие бы трудности вы не переживали, какую бы боль вы не испытывали, помните о Его обещании силы и о власти, которую мы имеем в Его имени, чтобы жить сегодня для Него. А также это воспоминание о будущем. Мы помним о том, что Он совершил для нас в прошлом, о том, что Он обещает сегодня, и о том, что приближается день, когда Господь воссядет за столом на брачной вечере Агнца. Этот день может прийти даже быстрее, чем мы думаем, даже раньше, чем мы думаем. На эту брачную вечерю Агнца соберутся все верующие. Прекратите извращать трапезу Господню. «Уразумейте смысл вечери Господней». И третье, самое важное наставление, мы видим его в стихах с 27 по 34. «Подходите к вечери Господней достойно». Почему я говорю, что это самое важное наставление? Потому что подавляющее большинство из вас здесь, и те, кто смотрит сейчас прямой эфир по всему миру, относятся к этой третьей категории. «Нужно подходить к вечери Господней достойно». Важно знать, как правильно подходить к трапезе Господней. «Умоляю вас, никогда не подходите к причастию небрежно». В этих стихах говорится, что всякий, кто участвует в трапезе Господней недостойно, будет виновен в согрешении против тела и крови Господа. А что же значит «недостойно»? Есть несколько способов приступать к трапезе Господней недостойно. Приступать по привычке, не включая при этом сердце и разум. Делать это по привычке, без чувства. То есть участвовать на автомате, не размышляя о жертве Христа. Во-вторых, недостойный способ — это когда вы относитесь к элементам как к священным сами по себе, а не к тому, на что они указывают и символами чего являются. Третий способ, который, я считаю, актуален не для 99% из нас, а для всех 100% из нас, включая вашего пастора, так вот третий способ — это участие в трапезе Господней недостойно приходить к трапезе с неисповеданным грехом. Когда вы приходите и участвуете в трапезе Господней в любой церкви, и при этом в вашем сердце горечь, ненависть, гнев, вы живете в сознательном непослушании, когда вы приступаете к трапезе Господней без исповедания и покаяния. Вот что значит «приступать недостойно». Если мы приступаем к трапезе Господней с чем-то меньшим, чем любовь к Богу, и любовь друг к другу, мы грешим против Бога. И поэтому, когда я приступаю к трапезе Господней с неисповеданным грехом в сердце, я отношусь с непочтением не к хлебу и вину, я отношусь с непочтением к самому Господу Иисусу Христу. Я бесчащу Господа, чья жертва представлена в этих элементах хлеба и вина. Услышьте меня сейчас. То, что мы приступаем к трапезе недостойно, не обязательно бесчестит сам ритуал. Это бесчестит жертву Христа на кресте. Итак, как же правильно участвовать в трапезе Господней? Ну что же, я рад, что вы спросили, потому что мы находим ответ на это в Слове Божьем. И это 28 стих. Посмотрите. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Отбросьте неправильные желания и неправильные взгляды. Отсеете все греховные мысли, слова и действия. Задайте себе вопрос. Я кого-нибудь обидел? Я кого-нибудь намеренно обманул? Обманывал ли я Бога в части Его десятины пожертвований? Носил ли я в своем сердце непрощения кому-либо? Есть ли в моем сердце злоба кому-то из людей? Верен ли я своему супругу, или я полон гордости и ищу себе чести? «Исследуйте себя», — сказал апостол Павел. «Признавайтесь, покайтесь, прежде чем участвовать в трапезе». Только исповедание и покаяние позволяют нам прийти к трапезе Господней. Достойно, а не недостойно. И поэтому трапеза Господня предназначена только для верующих. 30-й стих, подчеркните его, запечатлейте его в сердце и в голове. Если человек настойчиво приходит к трапезе Господней без исповедания и покаяния, это имеет не только духовные последствия, это может привести к целесной смерти. Некоторые люди умерли из-за недостойного подхода к трапезе Господней. Деяние, 5 глава. «Анани и Сапфира были верующими, но каким-то образом в своих сердцах они предпочли солгать Святому Духу, солгать Церкви Иисуса Христа, и оба умерли. Если мы не судим себя, если мы не проверяем себя, если мы не исповедуем свои грехи, мы не ищем его прощения, мы открываемся для осуждения Богом и другими людьми. Бог не ищет совершенства. Скажите, Бог не ищет совершенства. Он знает, что мы будем совершенными лишь тогда, когда будем с ним на небесах. Библия говорит о Давиде, что он был человеком по сердцу Бога. Вы ведь знаете, что Давид не был идеально, верно? Он умел каяться. Услышав сердце обличения во грехе, он раскаивался. Он не пытался объяснить свой грех, не пытался его рационализировать, он просто плакал перед Богом. Так что, мои возлюбленные друзья, я умоляю вас сегодня, поймите смысл трапезы Господней. Когда вы подходите к трапезе Господней без того, чтобы заглянуть внутрь себя и покаяться, когда вы приходите к трапезе Господней по привычке или как к ритуалу, принятому в церкви, вы идете навстречу опасности, опасности принять за это Божие осуждения. Я не знаю, какую форму может принять его осуждение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова